РУСРАДИО ЛТ НОВОЕ РАДИО Именно так называется наша радиостанция. Новая радиостудия Эрнеста Олесин. Здравствуйте. Это по традиции дневной эфир на наших волнах вместе с порталом Руделфи ЛТ и его главным редактором Олегом Ерофеевым. Добрый день, Олег. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, зрители и читатели портала Дельфи. Сегодня у нас в гостях в гостях программы Нужные Люди. Нас можно, наверное, обвинить и сказать, что это нужны нам и для нас человек, потому что это журналист, но на самом деле я думаю человека, о котором сегодня пойдет речь нужен не только тем, кто живет в Литве читает и слушает, но и плюс ко всему нужен еще тем, кто живет за пределами Литвы. И тоже читает и слушает. Потому что Вителль Тьянчиц, журналист с которым мы сегодня встречались. День добрый по-пользски уже скажем. Добрый день, день добрый. Мы рады, что не только представители одной национальности или другой. У нас были представители ромов, представители русских. Все время кто-то еще у нас присутствует. И, конечно же, очень большая община польская в Литве. Поэтому нам приятно, что человек говорящий, пишущий по-русски, что удивительно, не только по-польски, но и по-русски. Витальд Иоанн, здравствуйте и добро пожаловать. Немножко из досье я просто дополню, потому что, наверное, проще было бы не называть издания, для которых пишет Витальд. А если уж называть, то это займет немало времени. Но все-таки это и Куриль Веленский, это и Дельфи, это и Немецкая Волна, это и польские издания, это и, конечно же, новая газета Балтия, для которой тоже пишет Витальд. И на русском, и на польском языках. Витальд, не только кивай, еще и говорим о радио. Да, да, просто слушай, приятно. Вот еще радиостанция. Да, еще и на радиостанции сегодня. Витальд, сегодня день памяти жертв коммунистических репрессий. День в Литве, который называется Днем Скорби и Надежды. Мы знаем, что в 41-м году в Литве, Латвии, Эстонии начались депортации. Этот день сегодня отмечается, с этой темы и начнем. За 12 лет больше 200 тысяч, из Литвы 118 599, так указывают историки. И тут очень важное добавление сегодня, я впервые это вообще вижу, чтобы так детально, и историк Анушавскас об этом говорил, человек, который бы казалось бы, окей, может быть, не очень любит людей другой национальности, можно было бы так предположить. Нет, национальные общины были неотъемлемой частью Литвы. И вот цитата. Среди пострадавших 3924 поляка, 2052 еврея, 258 русских, 78 белорусов, 40 немцев. Ты гражданин Литвы? Да. Это твоя родина? Именно так. Расскажи, пожалуйста, для тебя, вот то, что наконец-то не разделяется, кого репрессировали, что репрессировали людей разной национальности, еще причем говорят, что были беглые из Польши люди, которые убегали после начала войны 39-го года, они тоже были на территории Литвы, их коммунистическая власть тоже высылала отсюда. Какое у тебя отношение к этому дню? Знаешь, честно говоря, я очень доволен, что наконец-то вот можно совершенно честно сказать, сколько человек подверглось репрессиям. Но тем не менее, понимаешь, я все-таки считаю, что это не касается национальных общин, потому что все-таки национальность это изобретение уже, грубо говоря, 20-го века или там второй половины, 19-го. Мы все были гражданами Литвы, мы все были жителями Литвы, русские, поляки, литовцы, евреи, даже, возможно, где-то затесались китайцы в то время, хотя я подозреваю, что их было гораздо меньше, чем всех остальных. Но факт такой, что все мы подверглись репрессиям. Поэтому подверглись репрессиям, я вот хотел бы подчеркнуть, не представители отдельных национальностей, подверглись репрессиям все жители Литвы. Все жители Литвы, действительно. Мы с Олегом, мы обсуждаем, я буквально коротко, обсуждаем о том, чем ты занимаешься. Вот удивительно было, ты еще, помимо того, что журналист, но ты фрилансер, ты человек, которого могут попросить, заказать, сделать что-то, об этом мы тоже обязательно поговорим. Но русский, польский, литовский, какие еще языки? Английский, конечно. Ну да, английский, да, но тем не менее, все-таки английский все-таки пока что можно назвать лишь отчасти, но я восстанавливаю, да, интенсивно свои знания английского языка и надеюсь, где-то через год я смогу более-менее свободно писать. Но ты пишешь сегодня на трех языках, я правильно понимаю? То есть три языка, пожалуйста, Олег. Ну, может быть, со школы тогда начнем, откуда эти знания появились? Это было там получено или это в процессе дальнейшего обучения? Ну, знаешь, все-таки я считаю, что этому способствовал целый комплекс удачно или неудачно сложившихся обстоятельств. Потому что, во-первых, это абсолютно не секрет, в детстве был чертовски болезненным ребенком, в общем-то, который вышел, простудился, вышел, простудился, воспалений чего-то там легких, там слег, оп, опять. Поэтому довольно-таки большое время я провел, в общем-то, получая, в общем-то, учителя приходили на дом. Ну, как обыкновенно бывает в таких случаях, это было довольно-таки долго-долго-долго-долго, продолжалось практически до самого 12-го класса и, ну, возможно, это, да, в какой-то мере поспособствовало, даже несомненно. Вот, это была 28-я средняя школа на Леппольне, кстати, которую еще построили во время Польши за польские деньги. В то время она была русской, сейчас, кажется, она только польская, потому что русский класс из нее вроде бы забрали, хотя тут уже не рискну утверждать стопроцентную верность. это была русская. Да, да. Твоя семья вся отсюда родом? Да, я, в принципе, могу проследить своих предков где-то до второй половины 19-го века. Ну, так сказать, мы успели уже и в царской империи побывать, польская семья, и в царские времена, и в независимой Литве, и во время оккупации Вильска. Я живу в царской армии, чем я, между прочим, считаю, что как бы можно даже и градиться. И можно я продолжу за Витальда и Витальд, поскольку он проводил очень много времени дома, с домашней библиотекой, окунулся в мир книг. Поэтому очки уже на глазах. Да, да, да. Даже чересчур, возможно. Вот. Фантазия, да, была необузданная. Впрочем, время от времени еще сейчас прорывается во всплесках всякого черного юмора, неожиданного даже для самого себя. А в публикациях прорывается? Ну, видишь ли, все-таки будем честными. Публикации – это вещь объективная, место на черный юмор. Нет, ну, разве что написать какую-нибудь забавную колонку. Ну, это так, очень редко. Дело формата, да. Абсолютно для души и для самого... Постанавливаешь Витальда на новые изыски. Да, время. У нас, так сказать, пространства много в интернете. Для того, чтобы нашим слушателям и зрителям портал Руделфи был бы интересным, также напомню, что вы можете следить за нами в фейсбук-профиле Русрадио ЛТ и Руделфи ЛТ. Вы можете оставлять свои вопросы, если такие появятся. Мы сейчас начнем действительно интересную часть нашего разговора. Перед тем, как прервемся на короткую рекламу, музыкальную рекламку, хочу задать следующий вопрос. В чем ты специализируешься, о чем ты пишешь больше всего? Видишь, все-таки, благодаря тому образованию, которое я получил, это была экономика. Хотя я считаю экономику чертовски скучной наукой, в общем-то, на самом деле. Вот. Да, мне больше всего все-таки ближе к теме экономической, именно потому, что они самые объективные и огромным трудом поддаются, например, воздействию внешних манипуляций. Такую новость трудно изменить. Вот она есть, она есть. Есть цифры, да. Есть цифры, статистика. О чем последним ты писал? Да, вот о чем? Последняя заметка, которая... Последняя заметка написал для крупнейшего портала из Польши, который посвящен вопросам безопасности и энергетики, в общем-то. Это был материал про Литву, Латвию, Эстонию, о том, что на границе с Россией возводятся укрепленные контрольные полосы. То есть мы говорим про эти заборы, да? А не стена там 10 метров, и стерпичай всего остального. Стена, в общем-то, или громко сказано, на самом деле, это от 2 до 3 метров, там-то забор такой проволочный, плюс оснащение там какими-то средствами технической безопасности. Это интересует Польшу, да? Ну, да, предполагаю. Не только интересует Польшу, это интересует польских читателей, прежде всего. Польских читателей. Вот о том, о чем ты пишешь, и кому это интересно, мы узнаем после очень короткой паузы на свитере Тенчис. Журналист, фрилансер и просто хороший наш товарищ. Узнаем наших нужных людей. Надеюсь, они вам тоже будут полезны, будете следить за ними и за их деятельностью. Новое радио. Новое, новое радио. Слушай, все только начинается. Росрадио ЛТ. Любимая музыка. Любимое радио. Росрадио ЛТ. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Нужные люди». Я напомню, что сегодня у нас в гостях журналист, который пишет на польском, на русском, на литовском. Витальд Янчис. И минуту назад мы начали разговор о том, что интересует зарубежного читателя, когда мы говорим о Литве, о том, что у нас происходит. И, наверное, представления наши о том, что может заинтересовать кого-то там в Германии, в Польше или где-то еще в другой стране, иногда не совпадают с представлениями аудитории той страны или населения той страны. Такой конфликт имел место в профессии, когда, например, Витальд, вы обращались с темой к редакции зарубежной, она говорила, например, ну, что вы там, нам это неинтересно, давайте пишите о чем-то другом. Да, конечно же. Но поскольку я предлагаю много тем, в общем-то, такие случаи минимальны. Но на самом деле, что интересно за границей? Если мы говорим... Польша, понятно, у Польши есть некоторые свои взгляды на то, как происходят отношения между Литвой и Польшей, видимо, через не только там вопросы фамилии, но и через экономику или через другие какие-то вещи, вопрос восточного соседа и так далее и тому подобное. С Польшей чуть плюс-минус понятно. Deutsche Welle, немецкая волна. Что там интересно? Ведь это русскоязычный портал, который читают, ну, все Европы и всего мира. Тоже как бы влиятельная, достаточно состоятельная организация и всегда объективная. Ну, видишь, им интересны, в общем-то, наши проблемы, но в приложении к большому миру все-таки, даже к самой Европе и даже в мировом контексте. Потому что, если честно, вот смотри, как правило, мы в каждой стране, в Литве, Латвии, Эстонии, да, вот думаем о собственном дворике, который на самом деле очень маленький, небольшой. Вот. И если смотреть на ситуацию шире, да, например, Deutsche Welle интересовал вопрос строительства тех же самых ограждений тоже в Литве, Латвии, Эстонии. Да, я написал для них материал о трех странах, в общем-то, в котором присутствовали эксперты и политики Литвы, Латвии, Эстонии. То есть они нас воспринимают как один регион, это первая из таких вещей, когда можно... Зачастую, не всегда. Не всегда, но зачастую. А какое отношение вот то, что... Ну, так бывает уже, говорят, что из президента в трех балтийских странах, наверное, самый, видимо, наш президент, потому что она, может быть, громче, не хочу слово использовать, наверное, резкие ее высказывания в адрес восточных наших соседей вызывают резонанс как со стороны России и Беларуси, так и со стороны, видимо, ну, в Европе тоже так признаюсь, что мы достаточно рьяно себя защищаем. Вот это интересует кого-то на Западе вообще, почему мы такие, ну, не знаю, громче всех? Да, иногда. То есть все это вот так происходит, что... Так, говоря еще об экономике, я хочу спросить другую вещь. Литовский бизнес и его хорошие позитивные примеры в Европе, он кому-то нужен? Ну, самое последнее, что я слышал в контексте Европы, я думаю, это прилагается точно так же и к нашему литовскому, что Германия, насколько, если не забывайте, да, Германия собирается ужесточить правила для перевозчиков и заставить, в общем-то, их как бы водителей отдыхать... В гостиницах. Да, именно в гостиницах. В Польше по этому поводу, которым сектор логистики и транспорт невероятно развит, поднялась большая буча. В общем-то, я ожидал, что что-то будет похоже у нас, но, тем не менее, у нас как-то это все довольно тихо проходит, хотя именно, по-моему, наших перевозчиков это тоже очень сильно затронет. Я думаю, что наши перевозчики мучаются еще со времен всех санкций, которые были на Восток. Ну, мне кажется, что все-таки с Польшей не так уж все ясно, как может показаться. Мы довольно часто и в Литве говорим о стратегическом партнерстве. Насколько эта тема поднимается часто в самой Польше? Что вот есть Литва, с которой мы должны быть стратегическими партнерами в решении многих вопросов, будь то энергомосты... Или мы маленькие, и никому не интересны. Или действительно там, как Эрне сказал, ну, небольшая страна. Поможем, насколько сможем. Мы больше здесь даем, чем получаем. Ну, как-то вот так. Видите ли, ребята, не секрет ни для вас, ни для меня, ни для кого, тем более не для наших читателей, что Польша и Литвы давние, очень прочные отношения. В общем-то, грубо говоря, я назвал бы это по аналогии с браком, в котором муж и жена очень себя любят, на время и время не хватаются за стулья. Вот, ну, время проходит, да, стулья где-то там уже поломанные валяются, их покупают новые, опять дружба-любовь. Но, возвращаясь, в общем-то, от этого примера к ситуации нынешней, да, отношения между Польшей и Литвой не самые лучшие на уровне политиков, но, тем не менее, довольно-таки хорошие на уровне бизнеса, предпринимателей и в области военного сотрудничества. Ну, миллионы евро оставляют наши граждане в магазинах Польши, чем не может не радовать бюджет польских. Около 300, Эрнест, кажется. Около 300, да. Там действительно немало. И, конечно, эта тема такая достаточно серьезная. Мы еще заодно используем Витальда, потому что он может нам и про Польшу рассказать, и про отношения. Но ты поляк Литвы, и это очень важно, потому что... Как ты относишься к тем вопросам, которые сегодня на повестке дня для поляков в Литве? Ну, будь то школа, начнем такое. Ты считаешь, что должное внимание уделяется образованию на польском языке в литовской системе образования? Сейчас ты можешь говорить то, о чем ты не пишешь в своих статьях. Да, именно. Вот. Хорошо, отлично. С огромнейшим удовольствием скажу, что, по моему мнению, обе стороны, как сторона правительства и литовских партий, так и сторона польско-прочем, наверное, российская, тоже чересчур, в общем-то, обостряет и эскалирует эту тему. Вот. На самом деле, большие проблемы, которые присутствуют у школ национальных меньшинств, можно было начать решать уже лет 10-12 назад, в начале 2000-х, когда только начиналась школьная реформа. Но, в принципе, этот момент торжественно прошляпили, как бывшие в то время у власти политики, собственно говоря, больших литовских мейнстримных партий, вот, так и польские, в общем-то, что в общем контексте привело в наше сегодняшнее время к совершенно ненужному обострению. Говоря уже о второй теме, она помимо школ, конечно, фамилии, вот, твое имя должно писаться с W, вот, я это точно помню, у меня так на слух, что Витальд пишется через W. Для тебя актуально появление на основной странице паспорта записи, или ты считаешь, что, да, это было бы хорошо, но это не жизненно необходимо? То есть, насколько это важно для тебя лично? Видишь ли, я считаю, что для многих людей этот вопрос очень важен, даже, возможно, жизненно важен. Ну, я же предпочитаю, и лично я предпочитаю смотреть на это через призму, что я гражданин Литвы, в принципе, я удовлетворен своим именем и фамилией. Появится ли там W или еще какая-то буква, в общем-то. Для меня это не имеет слишком большого значения, Витальд Янчис останется Витальдом Янчисом, его, в общем-то, мысли, патриотические настроения, нежелания и все остальное останутся, опять-таки, при мне же. Так что, ну, если некоторым людям важно, значит, они, видимо, добиваются этого, и, надеюсь, когда-нибудь добьются. Патриотические мысли, патриотические настроения, это хорошо очень прозвучало. Ну, мы в этой программе очень часто спрашиваем наших собеседников, поскольку интересно узнать их мнение и их позицию по разным вопросам, касающимся ситуации в нашей стране. И, как известно, я и здесь повторюсь, эмиграция – один из таких самых больных. Слова патриотические меня, как бы, настроили оптимистично. У тебя мыслей по поводу смены места жительства не внутри страны, а в другой стране нет, насколько я понимаю. Ты останешься и хотел бы продолжать работу здесь, в Литве. Ну, почему бы нет? Я лично ничего не против, чтобы здесь быть в Литве. Я здесь, в общем-то, грубо говоря, нашел свою нишу, в общем-то. Ну, надеюсь, нахожусь на своем месте, так что, почему бы нет? А черные буквы на белом листе сегодня могут прокормить человека? Смотря какого? Ну, и мы о тебе говорим. То есть, удается ли, как бы, ну, никто не говорит, что тут миллионеры собрались. Но можно ли выжить в профессии журналиста? Вот, тебе приходится писать на двух языках минимум постоянно. Это уже большое усилие. Да нет, на самом деле это не очень большое. Тебе это нравится. А как это русский и польский? Вот как это совмещаешь? Родственные языки, поскольку все-таки я с рождения поляк, да, посещал школу на русский, русскоязычно, учился на польском университете, лично у меня не возникает больших проблем с переходом с русского на польский и с польского на русский. Литовский? Литовский, ну, все-таки литовский не является моим родным языком, да, это несколько больше затруднено. Но с другой стороны, у моей жены с этим уже совершенно нет проблем, потому что научилась в литовском университете. Но, да, в общем-то, можно и с литовским. Есть поколение людей, которые не знают литовского языка до сих пор, к сожалению, это люди-представители других национальностей, которые живут в Вильнюсе, в Вильнюсском крае. Твое личное мнение, мы уже вряд ли чему-нибудь научим, это ничего не произойдет. Твое мнение, мы можем просто им помочь сейчас, а новое поколение убедить в том, что надо знать язык и что это вообще не вопрос, или ты иначе считаешь? Видишь, я считаю следующим образом, что в любом случае граждане, люди, которые находятся в любой стране, даже не только в Литве, должны знать язык, в общем-то, этой же страны. Это как ведь без этого? То есть практически невозможно, например, жить в США, например, и не выучить английский. Хотя те же самые чейно-тауны, районы, в которых живут латиноамериканцы и тому подобное, но тем не менее. Я хочу сразу обратить внимание наших радиослушателей, что мы перемещаемся исключительно на трансляцию в интернете, на портале Руделфи, на Галфи ТВ, на фейсбук-профилях, конечно же, Росрадио ЛТ и Руделфи. И еще один факт для наших радиослушателей, мы очень надеемся, что сегодня, после 16 часов, у нас будет еще два нужных человека, Витальд, это минимум один. Минимум Кшиштоф, а если получится, еще и Дарьюш, это серебряные призеры Литовской баскетбольной лиги, когда есть поневежность. Они будут перенимать эстафету. Эстафету будет у тебя, но мы еще продолжим о серьезном и не только с Витальдом Винчисом через буквально несколько секунд. Лето. Поехали. Новое радио. Русрадио ЛТ.